Но сегодня наука начинает менять свое мнение Подтвердились мысли нашего гениального Циолковского Рядом с нами живут невидимые эфирные существа Плотность которых значительно ниже плотности привычных нам биологических форм Почему вот эти старые дома, у них постоянно творится паранормальное? ДАРК ГОУСТ Лишь пустые коробки, а возможно это полный тайм сундуки Поэтому канал команды Зе Раш приглашает вас проверить это все вместе Подписывайтесь на канал Зе Раш и вы узнаете все тайны заброшенных мест Ссылка в описании Всем привет друзья, я снова на болоте Взял с собой сегодня эгф как и обещал Кто друзья не смотрел видео про болото посмотрите у меня на канале Ссылка будет в описании под этим видео Так что сегодня я собираюсь запустить квадрокоптер Пока что тихо, не знаю пока что ничего не было кроме того что ко мне птица сюда залетала Вообще в палатке здесь А так пока что тихо В общем все сейчас буду подготавливать квадрокоптер И ждать паранормальной активности А после проведу сеанс эгф Вот друзья только сейчас началось Вот У меня этот звук никогда не забыть У меня этот звук никогда не забыть У меня этот звук Он реально жуткий Он реально жуткий Я знаю что я сейчас сделала И я попытаюсь Пофотографировать со вспышкой Может возможно что нибудь И сумею запечатлеть Сейчас я вынесу эту камеру на улицу Сейчас Буду пробовать Сейчас я ничего не вижу Потом Посмотрю Сейчас я ничего не вижу Потом посмотрю Так у меня еще есть идея Если честно Я здесь Ну в данный момент Я сейчас ничего не вижу Нужно будет все фотки Потом посмотреть Так еще раз пробуем Собираюсь запустить квадрокоптер с фонариком Вот я тут подготавливаюсь Сейчас буду цеплять Вот этот фонарь К квадрику Первое испытание Не знаю что из этого получится Не знаю Я думаю что этого фонарика мало Нужна вообще По хорошему вообще нужна Начну Вообще ничем видно Только вижу фонарики которые горят О НЛО В筋肉 НЛО летает Ха-ха-ха Нужна камера с ночным режимом А это все, этот фонарь Даже если большой туда прицеплю Сравно будет то же самое Интересно, я не распугал Эти сущности на болоте Пока их не слышно Ну все друзья, тогда Возвращаюсь я в палатку Буду ждать Такой более серьезной активности И уже тогда буду проводить сеанс эгф Так Все, я думаю На этом эксперимент мы закончим С фотками Позже посмотрю, сейчас буду приступать Началось Я их походу разозлил Позже Позже Герой Герой Продолжение следует... Так все эксперимент заканчиваем Будем сейчас приступать к сеансу эгф Так друзья начнем Сеанс эгф Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Комары 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 Слышно? Взошло Эгф Комары 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 Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Комары 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 Ты из живых? Да Как ты вторгся в наш мир? Через специальное электронное оборудование Вы можете со мной пообщаться? Вы можете сказать кто выл? Кто воет на болоте? Вы можете сказать кто выл? И кто воет на болоте? Зачем? Мне нужно знать кто воет на этих болотах? И почему это происходит? Болото коридор между мирами ТЕБЕ ОПАСНО ТЕБЕ ОПАСНО Не опасно здесь находиться? ТЕБЕ ОПАСНО Кто это был? Вы можете сказать кто выл? И кто воет на болоте? Лярвы 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 Так это же астральные паразиты Демоны это паразиты Вы много не знаете Что именно я не знаю вы можете сказать? Вы можете сказать что именно я не знаю? Я не знаю Эти сущности опасны для человека? Вы еще здесь? Вы еще здесь? Вы еще здесь? Снова Это шесть Вы еще здесь? Вот друзья, со своей деятельностью я узнаю много чего нового я как бы о астральных паразитах многого не знал вот но сейчас я кое-что прочитал есть и астральные паразиты они присасываются к нашему телу но не к физическому, а к тонкому и питаются его энергией они не злодеи и лично против нас ничего не имеют им просто хочется кушать ну то есть питаются нашей энергией еще здесь написано кто-то скажет выдумка сказки ну что ж до подданного времени так считали и ученые но сегодня наука начинает менять свое мнение подтвердились мысли нашего гениального Циолковского рядом с нами живут невидимые эфирные существа плотность которых значительно ниже плотности привычных нам биологических форм в течение трех лет итальянский ученый Эл Бокконе в своей лаборатории проводил наблюдения невидимых до селе эфирных форм жизни ничего себе новейшая аппаратура позволила получить ошеломляющий результат и фотоснимки стало ясно мы живем среди огромного количества невидимых живых форм итальянцы называют их критерами реальность этих живых существ лежит за порогом чувствительности человека человеческого глаза чаще всего они фиксируются приборами в темное время суток инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра впрочем иногда датчики слышат и чувствуют их температуру вот они не знаю будет вам сейчас видно вот так они выглядят а дальше не менее интересный результат получили недавно наши так недавно наши отечественные исследователи академик и его сотрудниками были получены снимки тонкоэнергетических образований связанных с человеческой жизнедеятельностью их называли кластерами на фотографиях хорошо видны не только сгустки энергии выделяемые человеком во время сильных переживаний но и тонкоматериальные паразиты внедрившиеся в тело человека вот это да часть из обитателей тонкого мира создаются нами самими наши воображения сильные сильные эмоции и мысли нервная обстановка болезненные эмоции неосторожные и не чистые мысли создают и соответствующих астральных тварей мы уже не раз говорили об информационных свойствах вещей помещения так вот квартира не только обладает способностью запоминать мысли и чувствовать своих жильцов ее энергетика может привлечь и чужаков по закону подобное к подобному к ней будут притягиваться посторонние невидимые сущности хорошо если в вашем доме постоянно прописаны положительные эмоции пришельцы только усилят благоприятную атмосферу и ну это то есть я так понимаю что имеется имеется в виду то что мы называем домовыми вот эти сущности вот которых тут обозвали пришельцами вот они как бы защищают наше жилье наш дом нашу квартиру вот сторонних сущностей которые собираются прийти допустим высосать из человека всю энергию так так вот почему вот эти старые дома в них постоянно творится паранормальное я так понимаю что из-за этих паразитов и то что все вот эти сущности которые выходят на связь даже по эгф возможно я точно не могу утверждать возможно это и есть те самые астральные паразиты как они вообще могут воспроизводить звуки если они живут на астральном уровне то есть невидимый нам уровень как уже описывал здесь в википедии то что у них плотность плотность их вот этой оболочки энергии намного меньше чем у живых существ то есть мы не можем их видеть и в то же время я вот дальше читал там что да они могут воспроизводиться то есть визуально они могут показаться и так же что они могут воспроизводить вот эти звуки получается что полтергейст демоны и вообще вся вот эта паранормальщина это и есть астральные паразиты вот мучает меня вот этот вопрос я вот поэтому сейчас и пробовал снова запустить эгф вот и мне никто сейчас не отвечает будем еще разбираться узнавать буду больше как-то акцентироваться на вот этих астральных паразитов потому что это реально мне даже стало интересно ну и на этом все друзья спасибо за просмотр и всем пока